Это самое главное. Значит, любой потребитель, любой человек, у него сознание состоит из двух вещей. Первое – это восприятие, а второе – это суждение. Суждение – это логическое заключение на основе каких-то данных, анализа данных, рационального мышления. А восприятие – это эмоциональная составляющая, это так называемая быстрая система. Их в науке разделяют система 1 и система 2. Так вот, система 1 гораздо мощнее, то есть эмоциональная, которая работает на восприятии, она гораздо быстрее, гораздо мощнее, и практически 100% решений и умозаключений, которые человек делает, он делает, основываясь на этой системе, на эмоциональном восприятии. И только маленькая часть, она влияет на рациональное суждение. Так вот, рациональное суждение делать очень тяжело. Нам тяжело вчитываться в мелкий шрифт, тяжело анализировать информацию, искать, сравнивать. У нас других дел полно в жизни. Поэтому мы отдаем на откуп эмоциональной системе практически все наши решения, в том числе и о покупке. А как работает эта система? Она выбирает, очень любит контраст. Если она видит контрастную упаковку, взгляд цепляется. Она управляет нашим вниманием, эта система, и переносит наш взгляд туда, где есть контраст. Очень любит простоту. Если дизайн простой, там белый фон, чистенько, аккуратненько, и только яркие акценты расставлены, все, он подсказывает нам, что, эта система подсказывает нам, что это качественный продукт, тут нет подвохов. Очень не любит сложные шрифты, сложные эмблемы и так далее. Также работает на простоте. Что лежит ближе к тебе, то значит, проще взять, и нас эта система подталкивает взять. Таким образом, она снимает с нас дополнительную необходимость думать, искать где-то там на верхних, на нижних полках, дальше в магазине. То есть, брать с того места, что ближе лежит. Вот так это и работает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос конкретно, да, все потребители хотят простоты, хотят меньше думать и брать то, что им уже предлагают. Предодобренное решение совершить. И дизайн, в первую очередь дизайн, это помогает в этом на 100%. И маркетологи прекрасно это знают, поэтому разрабатывают дизайн с учетом психологических всяких уловок, зная, как работает человеческое восприятие, они этот дизайн разрабатывают. Да, Александр, знаете, у меня еще такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что большинство потребителей выбирают мнение, что белый ассоциируется с чистым, полезным, здоровым продуктом? Но вы могут рассказать, действительно ли это так? Говорят, что тоже проведено исследование, которое доказало именно, что белые продукты, они наиболее привлекательные. Считаются вроде белый, красителя, белый, значит, чистый, белый ассоциируется с здоровьем. Мы не могли бы про это тоже рассказать, но нам очень важно. Значит, белый цвет, он в первую очередь ассоциируется с чистотой, с отсутствием дополнительных добавок. В первую очередь, конечно, это работает в любой молочке. Чем белее упаковка, тем она, нам кажется, что это более свежий продукт. Белый цвет, он также дает простоту. Мы любим, когда есть, ну, все просто и не надо думать. Белый цвет также дает ощущение пространства. Мы люди любим пространство, это на эволюционном уровне, потому что мы боимся, что за деревом, за каким-то там камнем спрятался хищник. Поэтому белый цвет нас притягивает, дает ощущение безопасности. Вот это основные такие фишечки. Вы здесь? Я не могу сказать, нет, с точки зрения здоровья и свежести, нет, я не скажу, это не так. И зеленый цвет дает свежесть ощущение, яркие цвета, оранжевые дают ощущение свежести, лимонные цвета, лаймовые цвета, вот всю смесь, желто-зеленые дают ощущение свежести. Белый свежесть не дает. Белый дает то, что я сказал. Здоровье также белый не ассоциируется с здоровьем. Вы не купите упаковку мяса в белую упаковку мяса, вам захочется покупать красное. То есть тут... Я вас поняту. Арсен, а главное, вам спасибо за то, что предоставили нам возможность с вами побеседовать. Спасибо огромное. Могу сказать, если интересно еще, могу сказать, что белый цвет еще дает человеку ощущение легкости. Если надо продать диетические продукты, продукты, где главная ценность это маленькое количество калорий, то тогда белая упаковка опять-таки хорошо влияет на потребителя. И пускай даже по самом деле количество калорий там не уменьшено, но человек по ощущениям будет покупать белую упаковку с чувством, что это более легкая еда, более здоровая, с точки зрения жирности. Не с точки зрения других витаминов здоровья, а именно с точки зрения легкости усвоения. Да, я вас поняла. Спасибо вам еще раз огромное за столь подробный комментарий. Хорошего вечера. Спасибо. Всего доброго.